Это серьезное оружие, у него есть два эффекта. Один эффект такой, значит, вот попадает, когда мы попадаем в Москва-Сити, в легитимные военные цели, в Москва-Сити, подчеркну, мы всегда бьем по легитимным военным целям, то мы заставляем россиян перемещать туда ПВО, причем это ПВО, которое могло бы работать в Ростове, в Краснодаре, в Крыму, вот здесь вот, да, в ближайшем тылу россиян. Они вынуждены, сейчас у них все ПВО стянуто сюда, но в Москве недовольны тем, что бьют в Москва-Сити и требуют привезти ПВО. Там, кстати, говорили, а почему, говорит, ПВО стоит только на крыше Минобороны, вот Миноборона защищена, а Москва-Сити, получается, не защищен. У них другого ПВО нет, им придется отсюда туда перекидывать, это эффективно. А дальше есть часть вторая, понятно, что лучше бы всего этого в сто раз больше, это понятно, мы делаем, как говорится, сколько есть, столько делаем. А часть вторая, это поражение, собственно, большого количества военных целей вот этими дронами. Атака на Севастополь. Мы за последний месяц в Крыму взорвали 4 или 5 больших, только крупных складов боеприпасов, только про крупные говорю. Отдельно повреждалась железная дорога, какие-то там нефтебазы и так далее. То есть там есть определенный процент успеха. Мы же видим, когда к нам летят российские беспилотники, то мы сбиваем 80-90%, иногда 100%. Они тоже сбивают большой процент, то есть надо еще попасть, это еще сложно. Но когда попадает, так попадает. Вот, например, вчерашняя история, ну, я почему-то не сомневаюсь, что это, конечно, беспилотник попал в Сергиево-Посаде, в завод, который сдетонировал, я уж не знаю, что там сдетонировало. Но это военный завод, это военный завод, уничтожена отличная огромная военная цель, серьезная. И этот завод производил прицелы, как мы знаем, для техники российской. Но я не говорю про какие-то проекты самолетов, которые тоже там разрабатывались, но это уж такое далекое дело. А конкретное дело, это конкретно прицелы. У них теперь будет проблема с прицелами. Это же хорошо, что им негде взять прицелы для своей техники. Поэтому чем больше, конечно, тем лучше. Но количество ограничено, к сожалению, нашими производственными мощностями. Если бы нам разрешили, вот где Запад мог бы нам по-настоящему помочь, вот по-настоящему, это разрешить использовать их технику против территории Российской Федерации. Потому что вот такая несимметричная война, что мы бьем только по своей территории их техники, это странная, странная и непонятная, уже необъяснимая ситуация. Если бы мы имели такую возможность, это было бы, кстати, гуманитарной акцией со стороны Запада, потому что мы бы уничтожали только военные цели, точно, абсолютно точечно, так сказать. Гибли бы только военные и работники военных заводов России. Никакого риска для мирного населения. Но это хорошо было бы. Мы все уповываем на то, что мы Путина остановим здесь, и, значит, война закончится в Украине. А что, если Путин, значит, решит на провокации в Польше и странах Балтии? И вот там, по сути, будет остановлен Путин. Как вы считаете, насколько это вероятно? Потому что раз уж там этот лагерь, да, лагерная жизнь Пригожина и Вагнеровцев процветает, то зачем это же кому-то надо, с какой-то целью они их туда десантировали? Я как раз верю, да, верю в такую возможность, очень даже. Я думаю, что план такой есть. Можно, ну, он пока не активирован, но есть. И что Путин надеется, верит в то, что его как раз там не остановят. То есть вот даже за все время, что Путин и Лукашенко ведут эти разговоры об атаке на Польшу, но это разговоры об атаке на Польшу, правильно? Прямые разговоры о том, что мы будем атаковать Польшу. Когда они говорят, что это ЧВК Вагнер, то есть международное законодательство, по которому ЧВК Вагнер является частью российской армии. Просто частью российской армии, потому что они воевали здесь на фронте над нашим. С этого дня, пока идет война, они считаются частью российских вооруженных сил. Уже несколько конвенций. Поэтому сомневаться, что это расистство, то есть если нападает ЧВК Вагнер на Польшу, это означает нападение России на НАТО, и, следовательно, должны следовать тут же ответные удары со стороны Польши и НАТО, но по России, не по ЧВК Вагнер, по России. Там рядом... Не по Беларуси, если они... По Беларуси тоже, конечно. По Беларуси тоже, по Беларуси тоже. Но имеется в виду Россия вся становится легитимной военной целью с этой секунды. Но вот выступал... Я сказал такое, тут выступил, значит, посол Латвии в НАТО, Марис Риэкстиндж. Он как раз вот по этому поводу высказал... Просто я почему его привожу все время в цитату, потому что он единственный, кто открыто высказался, публично, имел смелость публично высказаться. И вот он сказал, что когда, если они нападут... Ну, Латвия тоже граничит с Беларусью, поэтому важно его выступление. То мы будем это рассматривать как то, что ЧВК Вагнер, который напал, это силы, которые находятся под влиянием России. Вот что значит под влиянием? В смысле, это пророссийские партизаны или это часть российской армии? Это большая разница, да? Что значит под влиянием? Это часть российской армии. Вот это будет важно. Решится ли Польша хотя бы для начала бить по территории России со словами, ну, в смысле, вы напали, мы по вам бьем. Потому что если не решится, так ничего там Путина не остановит. Не, он не захватит Варшаву, но он там устроит Приднестровье. Ну, ДНР устроит какой-нибудь в Польше. А почему не устроит ДНР? Сколько было российских военных, когда захватывали Донецк? Ну, сколько-то их было, тоже тысячи, их не было миллион, правильно? И 10 тысяч вагнеровцев могут устроить второй Донецк в Польше, если не воевать полноценно против России и Беларуси. Ну, мне кажется, этот план, он вероятен, но он еще не утвержден. Он не может никак с версией определиться. Зато они, значит, озвучивали желание. Да. Он не впущен в действие. Да, он согласен. То они говорят, что Польша хочет оттяпать Западную Украину, и они придут Западную Украину защищать. Ну, вот там, да, там пока в бардак в голове. Но риск, конечно, риск есть. И теперь этот риск зависит. Мне кажется, сейчас они немного остановились, потому что они пытаются расшатать эту историю с возможным перемирием. Но совершенно очевидно, что это перемирие невозможно. Никто не станет разговаривать с Путиным. Хотя нет, есть один человек, который мог бы существенно нам помочь. Зовут этого человека Эрдоган, который безжалостно мог расстрелять российский самолет, и также безжалостно мог выдать Путина ГАГСкому трибуналу, учитывая существующий ордер Международного уголовного суда. А что мешает это сделать Эрдогану, как вы думаете? Нет, ничто, кстати, не мешает. Ему просто неинтересно выдавать Путина. Это достаточно для него сложно. Зачем? Ну, это вступает в полноценный большой конфликт с Россией. Он на России хорошо зарабатывает. Ему не нужно исчезновение России из карты. Ему Россия выгодна. Слабая обязательно. Нужна слабая Россия. Как Китаю, так и Турции нужна очень слабая Россия. То есть, в принципе, их устроит президент России, который находится в розыске, скрывается от правосудия. Их устроит Россия, которая проиграла войну, полностью проиграла в пух и прах. Эрдогану такая Россия нужна. А какая-то, не дай бог, свободная, демократическая, Эрдогану вообще не нужна. Эрдоган собирается и забирать кучу ресурсов у России, занимать место России на многих рынках. Поэтому ему нужна слабая Россия. Его устраивает Путин. Но Путин, который под его руководством, боится его и так далее. И китайцы тоже в этом смысле устраивают Путин. В этом весь секрет. Ну, хорошо. Рискнет ли тогда полететь его в Турцию Путин? Как вы полагаете, полетит ли он в Китай, как он собирается? Может быть, это сделает Китай, и мы будем с вами наблюдать за поимкой особо опасного военного преступника? Значит, ни Китай, ни Турция не подписали же это соглашение, римский статут, поэтому они как бы выдавать никого не обязаны. Кроме того, почему вот это, ну, буквально в мире-то есть буквально две страны, куда Путин в теории готов полететь, в теории подчеркну. И это именно как раз Турция и Китай, потому что они, с одной стороны, не подписали статут, с другой стороны, у них прямая как бы граница, не нужно ни через кого лететь по дороге, что тоже очень неприятно сейчас для Путина. Поэтому вот сейчас по ситуации с Турцией у Путина, я не могу однозначно сказать, полетит или не полетит, я не знаю, потому что у него, конечно, огромные аргументы и за, и против. Огромный аргумент за, это показать, что он еще действительно президент, что он президент, способен разговаривать на мировой арене хоть с кем-то, иначе он вообще непонятно кто, потому что вот он не полетел в ЮАР, а его за это, как говорится, Виксельберг по головке-то не погладит, потому что Виксельберг ему подарил яйца, а Виксельберга огромные интересы в ЮАР, и Путин отказался лететь защищать интересы Виксельбергов, в чем его работа и состоит как президента. А это у многих такая проблема с Путиным. То есть он им, для них помеха, нагрузка, он им мешает жить теперь из-за того, что он не выездной. Был бы он выездной, было бы получше все. Но с другой стороны, конечно, ему стремно, извините, ехать, потому что это оказаться в заложниках, в гостях, но в заложниках у Эрдогана, который мало ли что завтра сделает. Пусть даже не выдаст в ГААГу, а посадит на сутки в тюрьму. Ну, в смысле, не Эрдоган же лично, а начальник полиции Анкары скажет, ну вот у нас же тут наводка есть, вот смотрите, все данные совпадают, внешне похож, мы его задерживаем. А Эрдоган скажет, не, ну это же не мой, это же оппозиционный, это Калачдар Аглу партия контролирует полицию, а мы тут ни при чем. Ну это же может быть. Тогда это незавидная участь у Путина, это есть такая поговорка, жил дрожал, умирал дрожал. Ну пусть боится. Да, 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 именно. Юля, мне надо заканчивать, к сожалению. Спасибо, да, благодарю вас. Михаил Шетельман, знаменитый був на Звязку, дякую за увагу, до веры, на все добре, до побачки. Здрасте. Субтитры подогнал «Симон»